Слышно что-нибудь, да? Да. Я хочу с радостью вам представить Ирину Ивановну Мельянову, которая здесь крайне редкий гость, парижский. И, в общем, у нас тут такой серьезный вечер и с хроникой, и с музыкой, и со стихами, да? Вот, и я предоставляю слово Ирине Ивановне. Ирина Свердмановна, когда пишут мои друзья из Раиса. И, значит, я очень рада, что вот мы пришли в такую ужасную погоду. Я же хотела процитировать любимые мои стихи Пастернака, позднего, правда, зима, приближается с издного в какой-нибудь угол медвежьего открытия ребенка капризного, заряжет в резине проезжей над крышами неба, опустятся, под ними закурятся трубы, в суровых объятиях распутятся, сойдутся к огню жизнелюбой. Вот это мне очень нравится строчка, что мы получаемся жизнелюбой. Вот мы все-таки сходимся в объятиях холодного ветра, чтобы вспомнить о том незабываемом, в общем, времени, конечно, в котором какая-то все время ощущается потребность. Вот не только в людях, в которых, конечно, звезды, поэзии Пастернака, Шаламовой, Марианни, но и даже более, так сказать, скромных фигурах. Ну, как вот, если кто помнит, Пастернак писал замечательно в «Охранной грамоте», он вообще прекрасно писал о детстве. Недаром Цветаев называл его, что у него мир-ребенок в нем. И он писал, что все мы стали людьми в той мере, в которой людей любили, и в какой мере случай любить. Вот это очень важно, что тут имеется в виду как бы случай, который предоставился, например, мне. Я считаю, что это просто счастливый случай. И еще, конечно, замечательная его мысль о детстве, что любить силой и равной квадрату дистанции – дело наших сердец, пока мы дети. Вот, и, значит, поэтому мои воспоминания, они все-таки больше всего связаны, конечно, с моими детскими годами, там, подростковыми даже годами. Ну, книжка, которую мы представляем, значит, она затрагивает там судьбы разных интересных людей. Но я хотела бы начать с конца, потому что последние главы этой книги посвящены вот моему покойному мужу, Вадиму Марковичу Козовому. Ну, он, ну, как бы судьба вот выбрала, вот, знаете, такой вот мишенью, вот для всех страданий, вот как-то. Детство, эвакуация, значит, это он подорвался там на артиллерийском снаряде, потерял глаз, потерял речь. Вот, вы знаете, когда речь потеряна, она потом возвращается каким-то необыкновенно богатым, наоборот, словарем, вот. И всегда его такая какая-то несгибаемость, он ни с чем не мог согласиться. Даже, надо сказать, в быту это было непросто. Вот. И потом, известное, может быть, дело Краснопевцева 1957 года, когда группа историков, ну, это называлось возвращение к ленинским нормам, вы знаете, тогда пользовались такой терминологией, вот, и 10 человек, группа, они все получили огромные сроки. Вадима было 8 лет, а ему было 19. И вот стихи он начал писать уже в тюрьме, в Лубянской камере. Он эти свои стихи ранние потом как-то отвергал, говорил, что это гармошка, что это значит. На самом деле это не так. В них очень много интересного, ну, конечно, много чужих голосов. И вот просто, ну, такой сюжетик маленький. Мы познакомились путем взаимной переписки в Мордовском лагере. Значит, наши зоны были что-то на расстоянии там 500 метров. Моментально начались эпистолярные романы, конечно. И я получила вдруг письмо. Говорят, у вас есть французские книжки. Мы могли бы обменяться. ВК. Ну, у меня были как раз французские книжки. Я, значит, передала там путем тоже непростым. Это были опытные такие подпорщицы, которые умели это все прятать, передавать. Вот. И, значит, мы стали переписываться. И вот я сейчас уже, подводя итоги своей длинной жизни, значит, нашла вот такой, как бы, полимсист. Вот эти записочки, которые микроскопическим, значит, почерком Вадим мне пересылал. Это стихи, его лагерные стихи. Может быть, когда-то даже будет интересно их издать. Но я тогда, освободившись, работала машинисткой. Большим трудом устроилась. Кстати, попавший в такой бермудский треугольник советский. Они брали, значит, на работу не прописано, не прописывали, потому что не работают. Но там задействованы были всякие фигуры значительные, Эренбург в том числе. И мне, значит, меня устроили машинисткой. И прописали временно, да. Вот. И я, значит, его эти стихи перепечатала. И сделала такую маленькую книжечку. Вот. И когда его мама поехала на свидание, я, значит, передала. Он пунктуальнейшим образом, значит, исправил все мои печатки. Если не умеешь печатать, не берись. Но, тем не менее, эту книжку я раздавала своим друзьям. И, ну, вот, например, уже, знаете, многих очень нет живых. Вот Саша Сумик, я такой большой друг. Он мне всегда говорил, мы выросли на раннем козовом. Ну, его, конечно, ну, кальком и любовью, это была французская поэзия, он очень много переводил. Переводить начал еще даже в лагере. Валерий, первое его морское кладбище, которое, цихотворение, которое кончается таким призывом. Поднялся ветер, жизнь зовет решиться. Вот, и, значит, освободившись, он, конечно, начал переводить это французских поэтов. Вот, потом, значит, я бы хотела, чтобы до того, как мы прослушали, по счастью, вот Саша записал, нет, это мне записали во Франции, но только переводы. Ну, вы увидите эту динамику, конечно, энергии, вообще, темпу голоса. Услышите, конечно. Но, когда началась перестройка, оживление, Вадим был вообще сломенофилом безумным. Значит, в этом году ему бы исполнилось 80 лет, поэтому я вот посвящаю свое начало вечера его памяти. Вот, Борис Васильевич, мой большой друг, они, собственно, первые издали в России, в соответствии, конечно, с его пожеланиями, его книжку по-русски, да, из трех книг, да, Борис? Из трех книг называлась? Из трех книг, и, кроме того, вот такой сборник «Социолога», где его такая замечательная соистика с Финницей. Давай, расскажи про Анатика. Ну, я, может быть, так вот слышно, так да. Ну, я слышу несколько слов о чистоизнаторстве, а потом немножко хочу сказать вообще о поэзии, как я ее понимаю, поэзии казалось, поскольку это тоже довольно непростое дело, и тем более трудно об этом говорить. Так вот, так получилось, что я поступил на исторические факультеты университета как раз тот самый год, когда Вадик сел на шесть лет. Я поступил в 1957 году. Да-да, дело в 1957 году. Так вот, да, группа краснопевцев была, мы обсуждали, очень много было всяких. Потом на Целине были, там были некоторые люди, старшеплазь, которых не посадили. Вот они были с нами на Целине, но ничего не говорили, запрещено было. Ну, вот, и через много-много лет мы встретились, это было в 1989 году, я был главный редактор издательства «Прогресс», тогда это было великое, огромное, так сказать, издательство, всемирно известное. Но у нас было много друзей, много было друзей, много было знакомых, и очень быстро мы как-то сошлись, подружились, очень много было общего, вообще, в мироощущения, в отношении к тому, что происходит, и так далее. Ну, я не буду подробности говорить о всяких личных вещах, но мы выпустили в 1991 году вот этот вот сборник «Социал-логус», очень, можно сказать, весомый, такой глубокой интеллектуальный, с его статьей, затем из трех книг, и уже после его ухода мы выпустили еще несколько книг, вот они здесь представлены, «Твои, Роша, и мир». Замечательные совершенно книги. Да, выйти, исповедания. И затем еще книгу, Генгер, значит, такую, нет, мы еще выпускаем Мальдивинский сборник стеклов, и вот еще последний, так что довольно, здесь есть, довольно много. Ну, конечно, это все такой внешний фон, но, конечно, хотелось бы немножко сказать о том, что это такое, вот творчество, вроде указанного. Как я это понимаю, это совершенно читательское дело, это вкусовое, можно всем не соглашаться, но мы здесь не для того, чтобы полеализировать, просто я несколько слов хотел бы сказать, вот, как мне кажется, такие опорные точки вот его меру восприятия, чтобы они все так вот этически немножко говорили. Ну, вот первое, это философия и поэзия. Для него это было очень важное тело, и то, и другое. У него была огромная библиотека, замечательная, она есть, совершенно уникальнейшая библиотека, и вообще был человек очень широкой эрудицией, больших знаний вообще о поэзии, о философии, об искусстве и так далее. Так вот, у поэзии и философии идет великий спор уже много столетий, если не десятилетий. А суть в общем довольно простая. Философия претендует на универсальное. Она хочет дать некие универсальные законы, которые помогают человеку ориентироваться в этом мире. А поэзия, если тоже так попрощенно сказать, вот та поэзия, которую ценил, любил и представлял в один казовой, это поэзия самосозидания. То есть, если философия, как и наука, исходит из такой метафоры открытия, открытия закона, мироздания, человека и так далее, а поэзия говорит о созидании, о творчестве. Вот для него был важен Фридрих Ницше, и вот он говорил о том, что согласно ницшанской философии человек-герой, героический человек, это как сильная поэзия. Как сильная поэзия. Вот это ему чрезвычайно важно. И это такой, мне кажется, очень существенный вопрос. Понимать эту поэзию можно нельзя вот такими поверхностными глазами, или чувствовать что-то ласкавище, что-то узнаваемое. Ничего подобного. Ничего узнаваемого здесь нет. Это нечто особое и для того, чтобы ее переживать, для этого нужно войти. Нужно иметь особую систему переживаний. Это довольно трудное чтение, очень трудное чтение, не каждому оно дается, но это его позиция, и в этом очень большой его вклад, мне кажется, в поэзию, потому что это наряду с многими другими, конечно, и поэтами, и писателями, но здесь философия и поэзия они слиты, они не разделены. И философия, представляемая как некое исследование как гегель в скандухе и так далее, это совершенно отсутствие, совершенно особое философия. А в чем особо есть, я тоже несколько слов скажу. давайте послушаем его давайте об интонационности, потому что читал, конечно, потрясающе. Это переводы Прочту сперва стихотворение нервали. Свет былуя дат на трель на вере вонидыли, под снежным ябром за лавровой стеной, средь мир стоя лифт под кивой кружевной, роман с любви и стой неизгладимой пыль. Ты храм узнала без возящей перестиви, и горе солото с лимонной кожурой, и грот для дерзкого пришельца роковой, где зерна по следам драконов застыли. Не возвратишь богов, оплакивая их, но час их близится, грядет из дней былых, земля пророческой востребетала дрожи. Пока севил велик, латинский монолит, под Константиновой как прежде аркой спит, и строгость кортика никто не потревожит. Второй надо? И второй дамки. Это тоже? Сонет, Нерваля. Еще одно его стихотворение золотых стихий. Свободомыслящий или жизни волшебство тебя тебя лишь мыслью осветной одарила. Ты волен собственно распоряжаться силой, но мир не ведает совета твоего. Дух стерен, движущий священ, чти его. Любой цветок душа в лучах природы милой металлу таинства любви себя вручила. Все чувств полно и ты во власть у всего. Убойся с тем глухих взирающих ревниво. Не отделима речь от плоти земли. Не оскверняй же их корысти нечестивой. Подчас укромный Бог слепой живет щели, и как наскладкой век сокрытый глаз детяти дух чистый светится из каменных объятий. Ну еще кончик более, да? И мы перейдем к другим персонажам, другим персонажам нашей книжки. Вот, ну конечно можно много говорить то, что на них, на всех этих персонажах лежит конечно отцвет, большая тень Бориса Леонидовича, Пастернака. Каким-то концом каждый герой моей книги коснулся Бориса Леонидовича в творчестве или так сказать причиной ареста например нашего тоже в конце концов именно он и из этих персонажей на ком я хотела остановиться ну вот например на Борковой Анне Александровне потому что выяснило неожиданно что она тоже проживала какое-то время в Турниковском переулке мы познакомились в лагере сейчас о ней даже снимается уже снялся фильм художественный фильм о ее жизни вот так что я дала ее конечно портрет уже позднего возраста вот ну конечно крученых тоже наше снополство началось еще с детского детского возраста он жил неподалеку и прибегал к нам довольно часто но его тоже привел к нам в дом Арисий Амельевич вот и он попал как раз может быть вы даже это помните на этот несчастный вечер когда арестовывали маму вот и он который приходил забегал на огонек там иметь свой своеобразный такой ужин с колорийной полкой там и вот все эти фокусы вот и значит он вылужден был провести ночь значит 4 утра в обществе и так далее вот ну как-то хочется перейти конечно к маме к ее значит история этих непростых отношений и что я могла там в детстве видеть ну вот после этого ужасного вечера 49 года конечно мы собственно выжили в детстве материальные потому что нас бабушка не работала там собирались забрать детский дом вот вот он приносил нам деньги когда у него случился инфаркт он в больнице в коридоре написал письмо чтобы нам разыскали там добыли тысячу рублей он вводил у меня книжный книжный магазин на кузнецкий мост главные писатели покупал там разную литературу выходящую в те годы там кончарова чехова вот и значит очень радовался что я заказывала маленькая чехова его там знали мне было так странно потому что тогда он как бы исчез вообще вы знаете из совершенно из читательского не ходило его не было никаких речевов в то время как мама мне рассказывала и мне даже как-то не верилось каким невероятным совершенно там успехом он пользовался там в 30-х годах когда как она рассказывала он ронял там платок и разрывали на кусочки а вот я недавно перечитала переписку значит Фреденберг с Ольги Фреденберг и ее матери это сестра Леонида Ольсповича они тогда можно было все как ни странно переписываться в 30-е год Германию и это значит Анна тетя Ася она писала что Боря имеет такой колоссальный успех он даже так зазнался что нам не звонит и когда он выступает он пьет из стакана воду а потом оставшуюся воду поклонницы по каплям разбирают и хранят то есть такой совершенно невероятный слава успех он сам это сознавал так сказать писал родителям что меня очень это все поддерживает это было триумфальное выступление в Ленинграде о которых пишет Фриденберг только весной 34-го года конечно после так статировского убийства все это завершилось и вот я-то попала когда была так сказать полоса полного молчания замалчивания его совершенные когда вдруг я видел он меня берет там девочку в эту лавку писатель что к нему с таким почтением там бросаются эти так он так сказать знаменит мне было так это все приятно и я эти конечно встречи никогда не забуду о чем там говорить вот ну что касается судьбы бедной нашей Всеволодной то в этой книжке которая значит с ее стихами я там пишу что она ну мы это все увидим сейчас и послушаем ну как бы вы знаете он писал что в письме своей немецкой корреспондент вы меня слышите взять лучше взять в своей немецкой корреспондент такой значит в Германию это в переводе с немецкого что в моей в молодости было много разных лар да ну вот лара моей старости вписана в мою жизнь ее обликом и ее судьбой конечно вот как так сказать ну поэзии ведь литература и поэзия она может предвидеть вообще так сказать всякие вещи в том числе даже знаете отвлекусь немножко вот я недавно решил перечитать доктор и вот на первых страницах романа в самом почти что начале я наткнулась на такое значит может быть вы это просто не заметили что сейчас какое-то идет повторение вот этой такой немножко гламурной слабой канонизации пастернака эти рестораны эти памятники вы знаете в Мучкапе там открыть памятник в Белгороде пастернаку ну вот не такое историческое событие как сто лет что он приехал на Урал тем не менее была конференция международная ну там ресторан устаете доктор Швага со всякими блюдами так вот в начале романа мальчик Юра уже похоронив значит мать проводит летние каникулы со своим дядей философом и он вспоминает значит что было время когда имя Жвага носили дома банки когда была значит ну как сказать манера закалывать галстук какой-то булавкой которая называлась Жвага когда был торт ромовый который с крэмом который назывался Жвага и вот значит такая это какое-то причувствие вот этого сейчас меньшиного возвращения причина которой конечно можно много об этом говорить славы то есть пастердака нынешние возвращения вот на таком даже иногда как бы главном даже уровне вот а значит мама как раз застала его именно 30-е годы она училась тогда в какой-то бюсовские курсы которые потом стали в факультете журналистики и они бегали вот на все эти значит его вступления но реальная вот встреча она произошла уже через много лет после войны в 46-м году и я вернусь к этому вначале что ну он вот сам неоднократно писал повторяю это кстати что стихи не делаются из воздуха все мои стихи из действительности и вот когда он писал давал свое понимание реализму вот статья о Шопене он писал что это приближение к какому-то реальному отпечатку и вот эти значит тегири его жизни женщины они каждый раз на какой-то определенной волне как-то подплывали ну скажем Евгения Владимировна это живопись да она была художница пакетала красками траву если вы помните да что там роняла палитру совала в халат помните эти замечательные стихи Ирпень да это память о людях или эти о детстве да вот о бегстве из-под кабалы и Зинаида Николаевна это конечно музыка да это гаус этой баллады да в священном мире но мама это поэзия она всю жизнь писала стихи правда не хранила особенно и она так справедливо говорила они меня не выражают это верно у нее было какое-то островодное понятие поэзии что поэзия может быть красивой что и она вот так вот старалась таким ямбом каким-то немножко скучноватым писать но все-таки вот я помню вот когда она умерла как-то не нашлось как-то вот слов там сказать да и захотелось прочитать как раз ее стихи которые я помню она написала мы шли там с ней возвращались каким-то зимним вечером по переделкинскому кладбищу и вдруг увидели горит огонь это могильщики чтобы растаяла земля разжигают костер и она написала вот стихи которые я считаю очень хорошие огонь откроет доступ в землю могильщики костры зажгли молюсь о господи приемли меня внутроз твоей земли уже невидимая ляжет она и наведет свой роск и все меня как будто свяжет подземных пчел незримый коск но встречи легкие и нежданные с ушедшими давным-давно лишь ставить ящик деревянный в земли раскрытое окно вот так мы и назвали эту книжку земли раскрытое окно то есть вот она выросшая она музыки не понимала в музей не ходила а вот эта волна которая ее прибила к Борису Леонидовичу это была конечно поэзия но это наверное всем известно история как они встретились когда секретарь редакции сказал вот он пришел узнать о судьбе первого глав романа который Симонов обещал выпустить и ничего не вышло да не Симонов струсил и никаких мальчиков и девочек не появилось в новом мире но он пришел узнать о судьбе потому что был аванс и он должен был меня его вернуть и там секретарь сказал я познакомлю вас с одной из ваших самых горячих поклонниц вот и он тогда сказал по совершенно искренним недоумением неужели у меня еще остались поклонницы то есть это уже был 46 год уже очень такое замораживание его имени какие-то случайные там выступления и мама была ну не просто красивой вот тот тип какой-то устал русской красоты хотя в ней намешано столько красным крови так же как между прочим героиня романа Ларисе знаменитой вот Юдина Вениамина которая была большая поклонница божестряла Пастернак она ему все время привела претензии почему Россию воплощает какая-то Лариса Гишар это значит должна быть Мария Ивана и ну вспомните всех скажем героев Пастернаков Живульд Патрик у него всегда вот такие ну там спектурского имена значит в этом был какой-то смысл я не могу сейчас это наверное нужно создать какую-то конференцию которых очень много проводит Пастернак вот и обсудить и значит конечно она уже очень много пережила вот этот как бы знаете он вот именно в записках Патрика который является таким наброском к роману доктора Живаго он определил свое отношение вот к женской красоте он он там писал про значит Патрик встречает на Урале все происходит значит героиню эстонную и он пишет что она была человеком с откровенно разбитой жизнью и прежде чем к ее так сказать красоте и женской привлекательности меня потянуло в эту клетку отягощающих ее обстоятельств мама была тоже ну как сказать разбитой жизнью очень много было перешли самоубийства и арест и в общем так что это наверное тоже сыграло свою роль ну вот и значит просто хочется перейти к стихам да и даже к каким-то кадрам кинокадрам потому что когда арестовали на этот вечер он какой-то трагикомический потому что попал Крученок который он случайно оказался в этот день у нас в доме он все время стремился убежать и что он должен ложиться в обуви спать они не понимали конечно МВД МГБ вот и после значит этого вот вся значит история с мамином арестом ужасная она вызвала вы знаете он написал и Фреденберг он писал и Тобильзе что вот ее меня отняли вот это значит самый страшный удар его там правда например Выков в своей книжке которую я вообще очень ценю вот не знаю как ваше мнение он пишет Пастернак регулярно ходил на Лубянку туда не походишь регулярно значит его один раз его вызвали вот я ему написала там разные какие-то сомнения вот по поводу его некоторых заключений вот туда не походишь регулярно его вызвали один раз значит он был там чтобы он додумался ну а тут вот это вы знаете сейчас я уже ребенка родившегося там 6 месяцев ведь это можно спасти ребенка сейчас и меньше спасают да то есть что там на самом деле произошло мама уже была самосознание мы никогда не узнаем вот написано родился мертвый ребенок да то есть злодеяние вообще этой системы не выдаются никакому описанию только постепенно и сейчас какие-то вещи проясняются очень даже неожиданно ну об этом мы потом может быть поговорим да если будет интерес к этому вопросу да вот ролик в частности значит КГБ в последних месяцах жизни в Астанако ну последнем годе скажем да это неотступно я совершила слезы слежки и материалы сейчас все-таки какие-то пробиваются наружу вот например у меня в Стэнфорде была конференция посвященная вот этим неопубликованным найденным недавно всяким материалом я большим так сказать удивлением прочитала в этих материалах до какой степени отслеживался каждый шаг Пастерната и мам и мой и какие силы были брошены вот на это подслушивание это это частично так сказать документально можно сейчас все это вспомнить вот значит арест ее заключение все эти страшные годы они дали вот замечательные при этом стихи вот он написал это одно из моих любимых стихотворений свидание это такое свидание ну как бы конечно мечтах потому что она в это время как раз была в Мордовии она была только в Мордовии ее она избежала вот этих страшных этапов которые были на доле например Арианна да наши о которой мы тоже если останется время поговорим да свидание а сейчас вот давайте послушаем сначала Мастернака свидание я минуточку одно хочу сказать слово что вообще преступно мало его записывали его фотографировали немало а вот конечно и техника тогда была другая но все равно мало записей на гнитофонах и собственно кинокадры вы знаете я являюсь уникальным владельцем этих несчастных двух минут которые остались а было на самом деле когда мне мама купила этот аппарат она как бы понимала она вот Ирка посреди снимает ночной классик нас и нас и вообще тогда это была камера Адмира чешская вот и пленка была шостка да два на восемь она вся поломалась к сожалению не удалось так сказать сохранить вот было час сорок даже я решила снимать так поскольку я готовилась в Афгик куда я не поступила и провалилась совершенно справедливо вот а ну у меня был такой замысел я буду снимать осенью весной зимой и летом но почему-то к сожалению остались только зимние снимки ну причем очень конечно хорошие вот и посмотрим да а остальное вот все как-то распалось даже вот недавно если кто-то посмотрел по интернету BBC сделал фильмов очень много знаете сколько лар сколько это без счета и книг ну сейчас я расскажу про последний лар это и фильм настоящий пастернак называется BBC в них очень хорошая вообще техника и аппаратуре они приехали чтобы попытаться вот из этих крошек которые у меня вот остались значит что-то скреть и надо сказать все равно ничего не вышло вот то что есть то есть больше не получается и такая была пленка на такое было время да еще про последнюю лару в прошлом году по-английски значит вышла лара очередная лара да значит по-немецки две лары есть вот Горис Мансурыч нам лару подарил тоже тоже лара называется да и значит в Англии да в здании Свеколин это написала Анна Пастернак Анна Пастернак это внучка младшей средней сестры Жозефины вот она законно носит эту фамилию потому что значит ее бабушка это Жозефина вышла замуж за Фридриха или Федю Пастернака так что у них фамилия совершенно законно вот она написала такую толстенную книгу где она как бы это все очень трогательно она значит там считает что вот наш раздел семейный что вот в ее семье было принято Ивинскую осуждать там что это все несправедливо что она значит моя ближайшая подруга вот и я познакомилась даже с ее отцом с племянником Борис Леонидовича было большое волнение он приехал из он из фоксфорд и профессор вы знаете это бросается в глаза прежде всего конечно вот это фамильное сходство вот эта лошадинность такая стойность 85 лет профессор физик вот это удивительное конечно совершенно чудо вот это вот этого рода мастернаковского знаете ведь я думала боже мой ведь его значит дедушка родился на постоянном дворе в Одессе вот тут такой лорд какой-то прямо вот такой английский вот так что значит лад у нас немало фильм тоже настоящий мастернак это значит в библисе последний фильм я вам сказала что остановить особенно ничего не удалось вот а сейчас мы послушаем секундочку еще одно скажу что записи есть есть вообще записи но очень мало аутентичных очень мало вот эту запись видание самое лучшее по темпу голоса по интонации и просто по качеству еще второе существует очень хорошая запись но она очень длинная когда он читает Генриха четвертого ВТО там есть и смех реакция публики очень удачная но что касается стихов ну скажем взяли там в фильме доктор Жвака простым да режиссер там неудачная очень запись а вот свидание очень хорошее и мама написала свой ответ вот это такой диалог вот мы сейчас послушаем свидание за дождь дня здоровья завалит как крыш пойду размет я ноги за перед ты стоишь одно в пальто осенне без шляпы без калош ты боишься исполнением и мокрой с днем жуешь деревья ограды уходят вдаль в оглу одна средь снеговаза стоит жену течет вода с косынки про кровь вошла и капли и розинки зверкают в глаза и пряди вверху и озарену лицо розынка и фигура и это плотицо снег на измитых глаз в твоих глазах тоска и весь твой облик слажен из одного мозга как будто бы железно обмолвано в судьбу тебя вели наезд по зеркому и в нем я тебя задел смирение этих тел и от того нет дел что тебе жестокотел и от того творится вся эта ночь в снегу и провести грамот между нас я не могу но в том и откуда когда от всех тех вверх остались перезубы а нас нас лет не очень хорошо вот знаете поверьте что тут мы присутствуем как бы вот Станик Борис Леонидович вот это вот это с вами Дайву полос и и и и так вот это заводили умение как да выключить мусс И он завораживал всех, кто присутствовал на этих вечерах, кто разливал по капне оставшуюся, как пишет Анна Осиповна, воду, оставшуюся из стакана, они были заворожены этим чтением. Вот мама написала свой ответ. Я люблю, когда в мире метель, и ко мне ты приходишь по госту, будто это обычно и просто, неживым прикроется тебе. Я люблю, когда в мире метель, и я вижу твой профиль огни, молодые глаза и седины, теплых губ твоих чувствую в ней. Я люблю, когда в мире метель, в белой угле не отыщешь дорогу, словно это усталому богу на земле одослали постель. Я люблю, когда в мире метель, когда спутаны в небе созвездия, нету тропок, машины не ездят, только с неба полдет к метель. Я люблю, когда в мире метель, когда хлопья валятся в бестолку, словно кто-то вверху в тихомолку украшает огромную ель. Я люблю, когда в мире метель, как любимый рождественский гомон и уют деревенского дома, где не случай с каждой в щель. Я люблю, когда в мире метель, следят свечи сквозь белые нити, когда спутаны в жизни события дальних лет и ближайших недель. Я люблю, когда в мире метель, мы с тобой тогда ходим по пруду, и в снегах навалившихся груды неживым притворяться тебе. Я люблю, когда в мире метель, что ты делал вселенской забавой, все заслоны крамольную славой, словно ветром сорвавшись петель. Ну вот, к сожалению, нам потом пришлось снова заплатить. И совершенно непонятно почему, до сих пор видно непонятно, мы были уже с мамой арестованы как взносная валютчица. Вот, это было, конечно, месть просто. Или вот дать урок, что вот он умер в своей постели, да, а ничего вроде с ним не было такого. А вот если вы будете другие там литераторы на этот же, так сказать, на этот путь станут, то будьте вашими близкими такой же. Вот, ну, конечно, волна сочувствия нам была очень большая. Вот, когда некоторые, знаете, есть такой Иван Толстой, которые были уголовницей, которым никто не сочувствовал. Это какой-то такой взмутительный бред, потому что целая была, можно сказать, ну, компания, какая-то общественное движение. Люди присылали, собирали деньги. И я не знаю, там я, когда я освободилась, Фрида Абрамовна, видна светлая память, которая была, вот, она мне говорит, Ира, я вам не скажу, кто давал, кто не давал, потому что вы потом будете к людям плохо относиться. Вот, и, ну, в общем, это, мы были, конечно, я получала по 17 писем в день, Лахи, тогда бы это разрешалось. Так что все понимали, что это какая-то месть, вот, Борис Иванович, за нас. И, по-моему, кто-то, Бродский или Вознесенский, где-то написали, что, а нет, Вячеслав Селочеванов написал, который как раз, в общем-то, разделял многие наши беды, когда нас арестовали. Что вот именно, мы знаем, как Борис Пастернак всегда писал о женщинах, да? И, может быть, на много лет я ранен женской долей, и след поэта, только след, ее путей, не боли. И вот именно женщин, вот, как-то вот взять, вот так вот сбросить, вот, летапы там, зато я там, возвращаясь, Ронда, да, познакомилась со своим мужем. Так, ну, мы должны перейти немножко, да? А мы можем фильм закончить, потому что он очень... Конечно, тему я еще в стернах взял. А потом, да, там было... Потом, поскольку мы были на этой замечательной выставке, вот, как, Наталья Александровна, Ариадной, и крови того, я немножко вам чуть-чуть скажу про Францию. Значит, столетие Великого октября очень даже широко во Франции обсуждалось, и конференции были, и международные, по французской, например, радио «Франскультур», я выступала, например. Они выбирали темы, вот, «Викенды» назывались, «Викенды», посвященные столетию Большинского переворота, и, там, там, с, по-моему, с четырех до семи, да? Вот, моя тема просто участвовала. Вот, это была тема «Судьба семьи Эфронова», вот, потому что, там, значит, создана у нас тоже ассоциация, которой занимается, значит, Светаеву. Памятников тоже немало поставлено во Франции, много очень досок памятных в честь нее, вот, и, значит, чтобы это кончить и перейти, да, поэтому мы после того, нашей вот замечательной выставки поговорим немножко и о Борисе Леонидовиче, да, о ее, вот, роли, об отношении к ней, Борисе Леонидовиче, и о том, что очень многое как-то сейчас вот стало мне, например, известно, вот, до этого как-то я больше доверяла ее вот трактовкам, вот. Вот, ну, это, конечно, очень болезненный и драматический, трагический сюжет. Вот те две, да, женщины-молодые режиссеры французские, которые готовили эту передачу, они очень погрузились. Ну, почти все переведено, Светаева вся переведена на французский, Кудрова переведена, воспоминания рядом переведены, дневник Мура, тем более он написан частично по-французски. Они говорят, они в это погрузились, они просто ночью перестали спать, вот, и это, в этой передаче французский, она чувствуется, это такая живая взволнованность. И музей, значит, музей-квартира, где она прожила последние четыре года, он, значит, открыл, ну, как бы можно туда приехать и посетить последнее прибежище. Не последнее, последний год она прожила как раз в гостинице до 1938 года. Ну, чтобы закончить Севинской и Пастернак, мы сейчас посмотрим отрывки. А, я думала, что фильмом можно закончить, чтобы фильм закончить. Давайте, хорошо. А сейчас про Риадну, быстро. Про Риадну, да, про Риадну. Ну, собственно, да, может быть, конечно, будут какие-то вопросы. Да, по-моему, вопросы. А, нет, что касается Риадны, вот, я всегда помню, что говорил Борис Леонидович о ней. Ну, во-первых, могу сказать, что он готовил нас к встрече с ней и говорил, но учтите, это будет Советская Республика в нашей Федерации, да? Вот, так что он прекрасно отдавал себе отчет. И при этом он говорил, вот почти как бы словами, но даже Достоевского. А сейчас я ему скажу, как бы, иногда, чтобы судить вернее, лучше многого не знать. Не хочется разбираться, хочется плакать. Вот то же самое, например, говорил Зайцев, который не любил святайскую семью, но людей, сплотивших вообще такую цену, кто бросит камень, да? Или вот, скажем, замечательно Федору Михайловичу сказано об этом, когда Шатов, вот, в пьесах, он говорит, так задумчиво, да, мне кажется, что убеждение и человек – это две вещи немного различные. Вот, так что, каким человеком она была для меня, для нас, ну, это я и писала, и я ее просто обожала. И не только я там в паре, мои друзья юные, и мы создали ей, как под конец жизни, такую теплую атмосферу, Новый год вместе, она нас приглашала, да, встречала. И, помню, она сказала, она в один из последних каких-то, уже она плохо себя чувствует, мои дорогие, мол, друзья, я о вас все знаю, а вы обо мне ничего. Вот, и я как-то сейчас это вот вспоминаю, и мы так обратили даже внимание, ну, действительно, это сложнейшая, вообще, так сказать, драматичнейшая история. Ну, Борис Леонидович восхищался ее, ну, дарованиям, талантом, обаянием. Ну, правда, вот, он неправильно, о ее внешности он говорил, что она некрасивая, это неправда, она хороша. Мы посмотрим фотографию. Сейчас посмотрим фотографии. Да. И вы будете комментировать, это видно или нет. А, сейчас, сейчас, сейчас. Может, свет на воду? Свет на воду. А, вы можете комментировать. За годы хотя бы. А, это правда. Правда. Да, это уже Прага. Ну, не Прага, это Вишенора. Да, это Вишенора. Это уже Аля в... Вон, эмиграция уже. Прага. Это снова. Здесь понятно, что здесь мама. Вот тут тоже улыбается. Ну, она уже, когда выросла, стала чаще 20 тысяч. Ну, да, я их повежу. Это она вот здесь. Это салагуб, дядь Зайцева. Это вот здесь она. И вот это как... Ну, тут просто скульптур. Ну, тут просто скульптур. Да. Да. Это у нас. Это специально сделано. Это вот... Это еще Парюш. Это уже последний день с мамой и с мамой. А это вот, кстати, Лев Михайлович, которого день рождения подарил когда-то. Эту фотографию, это первая московская фотография. Удивительная абсолютно. Да, я никогда не видела. И я никогда не видела, но вот это поразительно. То есть видела, но вот знаю. Но вот такая фотография, где она в Москве счастлива абсолютно. А это уже все. Это уже лагерные пошли фотографии. Это Рязань. А, Рязань, я прошу прощения. Рязань. 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 Это между лагерями. Вот это страшная фотография, на которой написано уборщица... Как вы не помните, как там написано? Да, да, да. Кода какой-то. Да. Да. Это вот сразу все видно. Это тоже, по-моему, Рязань. Вот это не... А это все... Да, это уже путешествие с океаном. Да. Это вот ее выход. Это Болотин и Сикорская. И Сикорская, муж и жена. Потому что Сикорская была одной из последних, кто общался с Мариной Ивановной в Елагове. Да. И она записала. А это мы. А это я. А это второе, все в 63-м году. Это Александра Шподина. Да, замечательно. Друг. А это я хотела показать ее рисунки. Это Ариагина акварель и их комната в Друханском доме. Совершенно Диккенсовская, так, кафедилия, да? Можно себе представить. Кстати, купленный на деньги Пастернафа. Да. Этот домик еще. Вот. Как она сама писала. Я живу на кухне, где всегда готовят плохую погоду. Вот этот Друханск. Вот этот Друханск. Все. Это какая-то... Все. Включите свет. Да, свет включите. Я покажу... Что вот вдохновленные, как сказать, потрясенные, вот эти люди, судьей семьи Фонов, мои французские друзья, которые... Там есть тоже такая программа, она называется «Артель». Ну, типа культуры. Очень хорошая, кстати. Значит, французская программа «Невецкая». Они решили сделать тоже фильм про Ягу. И вот даже написано в сценарии, очень трогательно все это. И они даже хотели по всем местам ее, как сказать, крестового пути. И, значит, в Рязань, и в Мордовию, где она последняя там засидала. И даже в Труханск. Я их всячески отговаривала. Потому что она, вы знаете, последние годы совершенно отрезала вот эти воспоминания. И в Труханске образовался какой-то кружок, и приехали в Москву, значит, у нее уже была такая квартира, у меня на Яркотской школьник. Школьники из этого кружка, которые собирали сведения о Невецких сынах Труханска. Она даже не открыла им дверь. Она не хотела уже больше возвращаться. И главное слово вот в ее письмах, в ее, вот и все, я устала, устала, устала. Ну, можно сейчас опустить кино, потому что это кусочек фильма Агишева «Больше, чем любовь». Это, ну, 10 минут, история Бустерна-Появинской. Смотрим тогда фильм, да? Сейчас. Это вот эти самые кадры, о которых я вам говорила. Смерть, выключите. Выключите себя. Впервые о форме села Невецкая. Я услышал от Пастернака, еще не зная ее совершенно. Когда я первый раз к нему пришел, это было на Лаврушевске, я был школьник, мальчик совершенно. Вдруг она стала рассказать обо всем. Это был огромный вот такой монолог, и все говорила, и все. Вот, и вдруг сквозь этот монолог он сказал несколько раз, говорит, не, без перехода совершенно. Вы знаете, вот у меня была знакомая, она, одна переводчица, вот, занималась она карельским поэтом, переводчиком, ходила в карельское посольство, вот ее сейчас представили. Он нашел на Лужину в Октябрьский переменчивый день 1946 года. Когда он появился у нас в редакции «Нового мира», и взглянул на меня, я была потрясена предчувствием. Это был такой требовательный, такой оценивающий, такой мужской взгляд, что ошибиться было невозможно. Пришел человек единственным на необходимый мне, который уже был со мною своим творчеством. Все начало развиваться страшно хуже. Борис Леонидович звонил мне почти каждый день. К концу рабочего дня он сам появлялся в нашей редакции, и мы шли переулками, бульварами, площадями, до моего дома в Потаповском. «Я хочу, чтобы вы говорили мне «ты», потому что вы уже ложь», сказал он мне, и в тот же вечер по телефону. «Я люблю тебя. Сейчас в этом вся моя жизнь». В ответ я со всеми мучениями, со всей искренностью и беспощадностью к себе самой написала ему целую исповедь. Борис Леонидович был троган в моей искренности. Это был период бесконечных объяснений, блуждая не потемным московским улицам и переговорам. Его стало душить жалость к семье и раздвоенность, как быть. 3 апреля 1947 года до 12 ночи объяснялись мы в моей комнатке, переходя от восторга к отчаянию. Расставание было печальным. Борис Леонидович говорил, что он не имеет права на любовь. Все хорошее теперь не для него, и я не должна отвлекать его от продавленной колеи жизни и работы. Ночью была бессонной, а в 6 утра звонок. За дверью он. Оказалось, ездил на дачу и обратно, ходил всю ночь по городу. Было пятница, 4 апреля. Мама с мужем и детьми уехала на весь день на дачу, и подобно тому, как у молодоженов бывает первая ночь, так и у нас был наш первый день. И первые весна. И первые лета. И третьи времена. И вторые лета. И вторая, и вторая, и вторая. То плакать, и вторая, и вторая, и вторая. И еще второе потрясение было, конечно, когда у меня познакомилась с Ольгой Селдовицкой. Она удивительно была, хороша собой. Она была блондинка, у нее была копна такая. И что у нее было главное? У нее была аура, которая поэту необходима. Все истерические, которые обычно окружают поэтов, иннервируют, переводят из себя какие-то вот эти, она наоборот, она всегда была полна оптимизма и давала какую-то очень сильную оптимистическую ноту. Понимаете, это вот красота, это ее фигура роскошная, это смеющийся носик такой всегда. И это было, это необходимо ему было при страшной жизни, которая ему предназначена была, уже все время ему нужно где-то было. Я думаю, что это не просто красота, а просто вот он хотел тянуться, выжить, чтобы, понимаете, вот этот свет, который она давала, он должен выжить. Потом это все попало в роман Лара. Сначала этот роман он мне дал прочитать, я прочитал, потом я увидел действительно Лару. Она жила у Покровских ворот. Это был быт, такой анти-быт, который был на даче. На даче было все роскошно, аккуратно. Мне казалось, сейчас, может быть, это кажется убогое довольно, но тогда это, мне казалось, роскошно, не слыханно совершенно. И порядок, порядок был, да. А к нам пришло, наконец, полное успокоение. Мы с Болей пришли к выводу, что жить будем вместе, в любой форме, как бы ни сложилась эта жизнь. После долгих поисков мне удалось снять половину деревянного дома в Измалкове, совсем недалеко от Бориной дачи в Переделкине. Это было счастье наших утренних свиданий, зимних вечеров, приемов милых для нас гостей. Длился какой-то неприходящий праздник. Так радовало меня Боря в любовное отношение к моим детям, особенно к повзрослевшей Ильинке. Боря не хотелось больше ездить в Москву, и он все свои литературные дела передал в мои руки. Верстка, правка, переписка. И, наконец, вся эта эпопея с доктором Живаком, всем, кто этим, вершила я. Когда я устаю от пустозвонства во все века вертевшихся льстецов, Мне хочется, как сон при виде солнца, припомнить жизнь и ей взглянуть в лицо. Когда ж от смерти не спасет таблетка, то тем свободней временно спешит в ту даль, Куда надежда пятилетка протягивает тезис души. 20 апреля, вернувшись со станции, куда уходил провожатель Ренаду Швейцер, Боря почувствовал себя плохо. Мы его тут же уложили и вызвали врача. Она ничего не говорила. Но когда мы шли по дороге, за гробом, Вот у меня было внутреннее такое чувство, Что обязательно ей надо хоть попрощаться, И, как говорится, с последней, с урочкой было. И я, вы знаете, очевидно, Вот, так сказать, вот полностью наполнена этим ощущением, Что так надо. Я прямо вот вперед пробилась, И видно было это вот. Это видно на фотографиях. Мы прямо встали над могилой. Мне не мое дело судить. Я считаю, что он гений, Он поступал так, как надо. Прежде всего, потому что именно благодаря этому написали стихи. Ведь Бог, он помогает только проверяющий путь как. Что если пишется стихи, значит, ты правильно живешь. Если не пишется стихи, значит, ты неправильно живешь. Поэтому в этом смысле легче. Поэтому, значит, он был прав. Так что, понимаете, это человек, видно, сложен. И человек непрост. Я знаю, что и там, и там была любовь. Я знаю, что и там, и там, и там, и там, и там. Это просто какая-то греческая трагедия. Это история дима третьей трагедии. Все силы и силы, все силы, длины власть, гиганты на пустыке. Почти поэты, 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 и поэтому нуд и предпочитает. Эта ужасная, печень, ей не любят дуться, она истинная, она стигматизирует, она припят от пин. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 А сверху именно это написано. И я думала, что это не случайно. Да, это потрясающе. Скажи, вот знаешь, что? Сурчинский написал, когда вы написали книгу стихов Вадима, я эту книгу ждал 60 лет. Вот что это за книжка стихов? Это Вадим был еще в России, когда наш друг, мой бывший жених, он был в редакционном комитете, ждал такой издательство в Лазани. Оно до сих пор существует. Сейчас оно, конечно, как многие издательства, хереет, конечно. И вот он выпустил первую книжку Вадима по-русски в Лазани, в издательстве «Рашд дом», которая называлась «Грозовая отсрочка». Действительно, эту книгу прочел совершенно случайно Сурчинский. И увидел там то, что говорил Борис Васильевич, это соединение философии, поэзии и, главное, самоистребительную нежность, как вот писал о его стихах Рене Шар, самоистребительную, когда как бы внутренняя энергия, огонь, так сказать, такой самоистребляющий, вместе с тем рождает какое-то новое совершенно ощущение, мироощущение. И Сурчинский писал, что европейская поэзия за эти годы прошла такую эволюцию, там, свободный стих, там, да, отсутствие рифмы. Вот это то, что Вадим называл гармошкой, да, которую он тоже изжил, изживал у себя. И последнюю вот его как раз книгу я дарю тому любителю сложной поэзии, кто захочет такой подарок. Ну, по-разному можно относиться, но это, Сурчинский говорит, писал, что удивительно, что в России, где такое вообще богатство, словотворчество, они же все были безумные славинофилы в смысле языка русского, да, вот, что до сих пор продолжается эта гармошка, эти ямы, эти, в конце концов, дактили. Свободный стих не приживается, в то время как именно русский язык дает необозримые возможности. Что касается русского языка, могу просто вспомнить, что я тоже была всегда, ну, Вадим был безумным в этом смысле славинофилом. Он говорил, что он относится как раз к языку как просто к женщине, к русскому, вот, что со всеми такими-то изгибами, сложностями. А Борис Леонидович говорил, я так тоже удивлялась, он, знающий столько языков, он говорил, что русский язык, это положен таким колыбель молодого народа, вот, положен таким залогом, ну, как бы авансом будущего. Вот, и Сурчинский купил случайно вот эту книжку «Грозовая отсрочка», да, но у нее почти не осталось, конечно, давно это очень было, был потрясен. И через Мишо, Анри Мишо, это такой знаменитый французский поэт и художник, «Верчайшая личность», вот, которого Вадим переводил и, кстати, издавал, вот, есть его книжка переводов, выжигшая как раз после его смерти. Они вступили в переписку с Сурчинским, и когда Вадим приехал уже во Францию, он год или два застал Петра Петровича, да, Сурчинского. И они бесконечно говорили, ну, чуть ли там не руки целовать, ну, такая результатция была какая-то. В таком был восторге Петра Петровича, он был очень восторженный человек, ну, ему очень многим вообще обязана французская, надо сказать, культура, и друзья были у него, Прокофьев, Стравинский, Штангхаузен. А я, когда уже приехала позже, его уже в живых не было. Вот, и, ну, так вот, значит, мы возвращаемся, как бы, к началу нашего вечера. Значит, он был уже похоронен на таком кладбище, подъем, очень хороший, вот, Саша был, тогда были, зеленым. Ну, что очень редко в Париже, там очень такие голые, неинтересные кладбище. Вот, а это такой, и, значит, я подружилась с его вдовой, с которой Марьяна Ильбовна, дочь Льва Платоныча Корсавина, племянница великой гаверины, значит, Корсавиной, Тамары. Вот, и она еще, мы с ней очень-очень подружились. Вот Максим тоже мне, по-моему, сказал, что из всех моих вот этих текстов, ему больше всего нравится текст о Марьяне, да? Вот, конечно, это был уже ее уход, но это был такой, ну, как вам сказать, я это навещала каждую неделю в этом доме, где престарелых, вот, он был не страшный, вот, он был легкий, и она очень много вспоминала, иногда вдруг реальность как-то возникала, то абсолютно какое-то не в клидовом пространство, а то вдруг вспоминала про отца, про мать, про их судьбу вообще всей семьи, ну, вы же знаете, конечно, судьбу отца Льва Платоныча, да? Вот, и я там пишу, что последние наши с ней свидания ей принесла виды Ленинграда, да, Петербурга, и, значит, эти университеты, где был, значит, избранным ректором Лев Платоныч Корсавин до своей высылки, да, на философском пароходе, о котором тоже передача у нас вопрос культур, как к столетию Шеверского переворота, вот, и, значит, я ей принесла эти фотографии, она так смотрела, ну, там, Стердам, красивые фасады, а потом вдруг, а вот, вот, вот эти наши окна, вот папу вели в грузовик, а я бежала вдоль этих наших окон, а было холодно, это была осень, он был без шапки, и вот так вот это все как-то вдруг в нее возвращалось, вот, и, значит, вот это кладбище Баньок, где похоронен Сувчинский, да, вы знаете, у него не было детей, и у них не было детей, так что как бы могила такая непосещаемая, и туристы как-то, когда русские приезжают, тоже как-то не очень знают об этом, вот, ну, когда вот умер Вадик, какая-то просто, вот, судьба, надо рядом, вот, рядом, вот, рядом, как по жизни, и вдруг оказалось, да, там, вот, есть свободное место, замечательная аллея, аллея называется Сикамора, да, вот, вы были, да, Сикамора, вот, и там же, значит, Марьяна Львовна, я была в Вильнюсе, в Литве, там, где есть школа, имени Корсажина, да, поскольку он был арестован в Литве, судь, и при этой школе есть музей маленький такой, где совершенно, конечно, ну, как душераздирающие документы, его ареста, там, протокол опуска, знаете, вообще прощать это все невозможно рукой, все фамилии исследователи русские в Литве, значит, в Вильнюсе найдены вещи подсветственного, значит, очки потерял, трубку сломал на нервной почве, вот такие, вы знаете, безжалостные, страшные записи, подсудимые, он в отследствии, значит, сказал, да, он не марксист, но он не считает, что за это надо судить, тем не менее судили, а абисе, это коми, да, и там он в прокуророзном барахе умер, значит, Рея Платоныч Корсавин, отбывший на философском пароходе, сейчас мы отвечаем в столетии этих событий, вот, и поэтому, как бы не вспомнить нельзя. – Да, пожалуйста. – Если можно, вернемся к реальнии Эльбом. Вот я читала у Анастасии Цветаевой о том, что как-то не сразу, не сразу ей удалось сагидировать Ириану, боюсь, искать моего матери, вы не знаете ли, в итоге она поехала одна, Анастасия. – Совершенно верно, она и не поехала, не поехала, она не хотела. Вы понимаете, вот у нее главное слово, я же говорю, устала, я устала, и в письмах. И вообще она же очень умерла по нашим сейчас меркам, старым человеком. Это 75-й год, она 12-го года, посчитайте, да, вот, совершенно не старым человеком. Но она очень-очень постарела, мучительно. Это было, и она мне, вот, в письмах ко мне пишет, малыш, там, да, конечно, татарское, вот, союз писателей там предлагает, татары очень, да, хорошо, внимательно, вот мы это все знаем, они правильно поступили, потому что у входа на кладбище есть, посвященная Марине Ивановне, а где там настоящая могила неизвестна, да, до сих пор. Я еду опознавать по зубам, значит, по вот этому шейному позвонку. Тяжелая будет эта встреча, она, значит, писала. И встреча не состоялась бы, она не могла, устала, понимаете, она не захотела. И поехала одна Анастасия, совершенно правильно. Вот, ну, она вообще устала от, даже раньше, чем в последние годы. Об этой усталости она пишет и из кони, вот, когда только что ее там, она все время, с одной стороны, она пишет про эти страшные условия работы, а с другой стороны, теткам пишут, у меня все хорошо там. Ну, это понятно, чтобы они не беспокоились. И при этом, ну, вот, есть мнение, что это для цензуры, я не знаю. Она описывает, как их женщин, несчастных, значит, за полярным кругом гонят, там, на какой-то лесоповал. И они видят строящийся мост над северной рекой, озаренные огни, построенные руками, тех же самых несчастных ключом, прикинутые. И она понимает, как все правильно, какой мудрый гост, что вот для того, чтобы такие мосты были, это она пишет в письме. И что ее судьба – это маленький такой какой-то случай, вот, который совершенно, абсолютно не опровергает великого дела. Ну, я не знаю, написано ли это для цензуры, или все-таки это было ее какое-то убеждение. Скорее вот это, что все-таки это было ее убеждение. Ну, она же видела, что ее случаи, ну, там, тысячи, с ней были, все такие случаи, отдельные случаи, не влияют на великое дело построения социализма. Вот так что трагически, недаром, вы знаете, имя такое, ну, порядно, да, выбрано. Ну, и как Марина Ивановна писала, да, «Мы, как это, помни об этом, были мы, помни об этом, в будущем, верно ли хоу. Я твоим первым поэтом, ты моим лучшим стихом». Вот, и, конечно, имя выбранное, да, ну, тут напрашивается сюжет, да, Нитя Реатна, конечно, которая все-таки ее вывела, в конце концов, да, как и Пастернак писал, что, пройдя через совершенно немыслимые издевательства судьбы, она выстояла, она вышла, как бы, видомо этой нитью. А с другой стороны, когда мы говорим нить, да, плести нити, какой-то паук, в общем, мы в сознании, да. И вот сценарий, который написали наши, начали, вы знаете, этот образ, вот этой паутины, да, ведь недавно и она, и Марина все время что-то вязали. Вот это вязание, 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 вот эти нити, они переходят в паутину. Это та страшная паутина, которая запутала в Париже, ну, может быть, вы видели фильм, там, очарование, слайд, вообще, что-то такое. Вы, конечно, знаете об этом союзе возвращения на родину, который был гнездом совершенно, к ГВД. Когда вот я вожу своих знакомых в Париже, мы обязательно подходим к этому дому на Люди-Пи-Си-12, где второй этаж, семь комнат на деньги советского посольства снимала вот эта организация «Союз возвращения на родину». Там были, конечно, и пирожки, столовая, библиотека, и выходил русскоязычный шутнал «Наш Союз». Ну, это плелась, конечно, вот эта та самая паутина. Вот это не те, я с одной стороны выведшая ее, с другой стороны они запутались, совершенно запутались. Можно другой вопрос. Я делаю фильм о Тургене. Я знаю, если тебе услышите, скажите. Меня зовут Толька Петранкова, я режиссер. Я делаю фильм о Тургене. Я знаю, что в Париже есть библиотека, в которой учредил Тургене. Вот, живая, она, я знаю, ей владеют эмигранты, и там очень много разбит. И есть второй вопрос. Вы мне взяли ту книгу, которая для любителей сложной поэзии, для поэта Виктора Калигорского. Он меня сюда отправил, просил своего познакомиться, твою визитку для вас. Можно я? Да, Виктору Калигорскому, я не верю. Вы мне скажите, как пишите. Виктору Калигорскому. Оль Легорскому. Оль Легорскому. Оль Легорскому. Поэта Виктору Калигорскому пишет. А, ну вот, это будет. Ему будет как раз вот то, что... Оль Легорскому. Оль Легорскому. Два я. Оль Легорскому. Ой. Два века. Оль Легорскому. Ну, два века. Оль Легорскому. Да. Оль Легорскому. Оль Легорскому. Оль Легорскому. Нет, она, что-то она, знаете, мне не все неделю работает. Еще вопрос. Еще. Вот любитель бесконечной поэзии. Просто как поэта здесь. Да. Наталья Юхина, Домбургского зарубежья, Александра Саженицына. Скажите, пожалуйста, в 1957 году Борис Пастернак вместе с Ольгой Ивинской, мы знаем, был в санатории «Узкая». Да, да, да. В садике «Узкая». И там он написал свое знаменитое стихотворение «Липовая аллея». Вы что-то знаете об этом? Может быть, есть какие-то подробности? Потому что... О кого это имеете в виду? Стихотворение «Липовая аллея» было написано им там. Но, может быть, какие-то подробности есть об их пребывании в этом месте? Мы занимаемся просто историей этого санатория и усадьбы. Мы ездили туда. Причем ездили даже с Андреем. Я ездила в Вознесенске. Он тогда не был таким, так сказать, прославленным был. Славный, хороший. Мы дружили очень. И вот, значит, по приглашению Бориса Аминовича, мы ездили в эту русскую. Он... Значит, ну... Там не было отдельно как бы палаты. Палаты, да? Вот с ним еще кто-то был. А это санаторий был привилегированный для цикадов, для Гаклова. Это не наук. Ну, там какие-то были Гаклумовские всякие люди. Да, и Гаклумов. Да, и Гаклумов. И вот он был, по-моему, в одной палате. Там был и стул какой-то, значит, и он говорил, нет, 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 в нем кто-то есть чиновеческое. Он, когда рассказывал, какую его матери корову уводили, чудо не плакал. Вот, иначе... А вот какой-то другой... Мы так смеялись, что он в курсе вот этих, значит, обкомов и горкомов. Вот. Может быть, это было тогда. Потому что он... Да, наверное, тогда. И есть фотография, когда он, по-моему, за столом, там Гриденвейзер рядом. Известная, да? Здесь фотографии... Она была так, видите? А? Он в Семинске там. Да, да, да. Он был на графике, с некоторым котографом. Лес такой был, такой известный, профессиональный поток. Да, да, он с физической фотографией, с Ольгинской, да. с Комсом как раз, да, да. Семинты. Ну, у него там, кроме того, по-моему, там в это время находился Зелинский, корневый замочек. Да? Лечился тоже. Простату, по-моему, лечил. А может, это уже... Где? Нет, вот когда у него на коленке что-то такое. Боли коленке. Это единственный раз был, да? Исумная какая-то. Вот там он... Значит... Если вы там делали массаж, что он так получал? Нет. Лечение. Значит, с зрителем они не то, чтобы там приятель, но они обменивались мнениями, об анализах, обращал. А... Как вы знаете, Зелинский... Это самое гадное среди всех поступлений. Когда приняли Пастернак, когда Зелинский сказал, что имя Пастернака произнести все равно что неприличный звук издать. Да? Слышали, да? До такой степени значит, он вообще опустился. Он от Зитайского зарубил книгу, точно? Конечно. Зелинский, он от Зитайского книгу зарубил? Ну, конечно. Я даже написала, по-моему, «Сволчий, погрец», да, «Будет в полях», да, вот, конечно, Зелинский, удивительно, что потом Мур, да, во всей сложности своей, так сказать, биографии, жизни, он же приятельствовал с Муром, в этом, Галицина. Нет, нет, Галицина дома, он в мединституте у него учился еще. Ну, это же, по-моему, в Галицина. В Галицина было до Галицина. Да, вот, так что, это до такой степени человек, я тоже, когда пришла в литературный институт, он там вел семинар критики, вот, но к нему уже было такое отношение, как только его не называли, Корнели Палецановичи, там, я помню, какие-то были Вазелинские, главным образом в Москве. А скажите, вот в узком есть Белян, у Астралата был Белян? А? В узком есть Белян. Астралата проводил Харина. Вы не помните, вы знаете, там же лечение, в курсы какие-то он проводил, и потом мы все время приезжали, приезжали, он расписывался и, так сказать, свидание. Вот мы помним с Андреем мы отдохли какое-то определенное время, он с нами там гулял, вот рассказывал нам про этих обхогов, обхомов. В общем, если бы не эти страдания, конечно, но потом как-то ему все-таки помогли, и эта боль прекратилась, вот это... За суставы? Да, за суставы вылечили все-таки, да, об этом он уже потом, таких страданий у него не было в этих страданках. Можно еще как-то один вопрос позволите? Совсем недавно в Москве открылось такое пространство, Московский дом Анны Ахматовой, где воссозданы интерьеры квартиры на Ордынке-17, в которой, как известно, Борис Леонидович очень часто бывал. Скажите, пожалуйста, какие-то воспоминания есть у вас? Здесь я там никогда не была, просто, к сожалению, не знаю, наверное, конечно, что он приходил в Москве, в Москве, Да, да, читал доктора Живаго, да, она там, да, Но мне кажется, что там она не была. Она не была там? Она, мне кажется, была там. Я помню про чтение Зеленитая Елена Динамит, когда вы до нее ехали, петили, заблудились, ну, а потом был полкован в машине, а потом такой Кускор, такой был какой-то бывший раб, извините, в общем, какой-то чиновник, он устроил тяжелое, с его же народом дружиной, и вот там об этом чтении Борис Амитич как раз говорил, что это было замечательно, как раз, что все тогда ему нравится там, и квартира, и даже и лифт. Спасибо большое. Ну, теперь Борис Амитич, по мне обручаю книжку моего зима. Борис Амитич, вы у нас философы, да? Вот, значит, да, да, понравится. Теперь, значит, вот еще три любителя сложные. Наташка, кем-то три любителя сложной поэзии. Вторая, вторая книжка Вадима, значит, даже я бы сказал, вторая, я вам рассказала «Грозовая отсрочка». Грозовая отсрочка, название может показаться странным, но в это время Вадим был большим впечатлением поэзии Ренешара, французского поэта. И вот эта «Грозовая отсрочка» взята из стихотворения очень сильно, сильная Ренешара как в избежании роковой отсрочки до порыва сжимает тебя, ублагая весь верлибер. И он взял это название. То есть «Гроза ожидается», но вот она как-то еще отсрочена. Другое название тоже символическое, это он взял из Пушкина, как «Наше все», в чем бы ни расходились вкусы, но и у Сувчинского, и у Вадика, когда они начинали Пушкина цитировать там «Отдайте мне метель и долгий зимний мрак ночей», у Вадика прямо целая страница написана, как они Сувчинского цитировали Пушкина. Это «Прочь от холма», это значит, Руслан Людмила «Чернеет холм огромный». В те годы это, конечно, разумевался советский сферус, он тогда решил прочь от холма. Играх такой «И видит сквозь ночной дыман вдали чернеет холма огромный». Пушкина Руслан Людмила. Руслан «Борис Василий Васильевич, скажи про слово, наш друг. Владимир сказал, что это очень подошло для моей эпитафии. Говорилось там, что я ничего не боюсь, я ни на что не надеюсь, я свободен. И если подумать, это неправда. Это очень серьезное высказывание, потому что большинство людей в нашей стране и в мире живут в тревоге, в беспокойстве и в страхе. За будущее очень важно. Большинство людей испытывают надежды. Для того, из Бога, сразу, на постчеловеческое будущее и так далее. Ну, надежда, как говорится, удастся. Но, наконец, в той же самой большинстве живут вне свободы. Не в смысле только политической свободы. А в страшной зависимости от всего. От всего. От массы случайностей. Миллион случайностей. Миллион случайностей, которые могут вывести на жизнь совершенно другой армии. А вот вообще с этой жизнью поток. От всякого произвола. От случайностей. От амбиций. От отдельных людей. И так далее. Это страшная зависимость. Она уничтожает свободу. И когда видишь, что при всех, так сказать, много приятных обстоятельствах жизни, в которых мы живем, встречаешь аудиторию, которые люди испытывают интерес. И к поэзии, и к философии, и к искусству. Я смотрю, как внимательно все слушали. Никто не ушел. Даже нет. Бывает. Очень часто. Очень часто. Мы делаем разные презентации. Ну, не выдерживают. Уже надо куда-то торопиться и так далее. Поэтому, очень спасибо всем, кто пришел. Спасибо. Спасибо.